Приветствую вас и посмотрите какая возникает ситуация. Есть вы, которые явно нужны мужчины, которые явно испытывают потребность в нём, потребность в отношениях, потребность в любви, в желании любить и быть любимым. И есть мужчина, который вас привлекает, но он чинал. Вы выход, на самом деле, из данной ситуации не так сложен, но вам будет трудно его принять, принять наличие этого выхода. Итак, поскольку вы знаете, для чего вы нужны мужчине, вы об этом сами пишете в своём сообщении, то, соответственно, при наличии взаимности подобного интереса, то есть, если он вам нужен для повыше, то вам оно всё оставит как есть. То есть, мужчина будет проводить с вами время, фактически изменять свои супруги с вами, фактически вы будете для него на втором месте, потому что он всё равно будет возвращаться к своей жене, а вы будете получать только мужского внимания, того самого, которое так нужно вам сейчас. И весь вопрос, вся тонкость заключается в том, чтобы определить для себя границы приемлемого. Вот есть то, чего хотите вы, есть то, чего хочет мужчина. Насколько у вас это совпадает? Если ваши интересы сейчас взаимные, и вы вполне можете дать друг другу то, что вы хотите, то можно оставить в руках есть. Если вы получаете взаимное удовольствие благодаря друг другу. И мужчина изменяет вам не просто так, у него есть проблемы в семье. Другое дело, что эти проблемы в семье достаточные, чтобы вам изменять, но не достаточные, чтобы полностью женой развестись. Получается, мужчина мечется между двух полюсов. Должны стараться усидеть на двух студиях. Честно говоря, стратегия не очень хорошая, но это уже его право. Мы не собсуждаем то, что вы хотите. Так вот, если ситуация вас устраивает, и вас устраивает то, что мужчина может вам дать, оставьте все как есть и наслаждайтесь жизнью. Со временем, кто-то из вас решит хватать. Ну, это произойдет примерно так. Либо вам захочется чего-то большего, и вы скажете, ты знаешь, вот мне бы хотелось все-таки, чтобы мы с тобой были только. Я понимаю, у тебя есть сын, точнее, у тебя есть дети, я не хочу, чтобы ты с ними перестал общаться, общаться на здоровье, но я хочу, чтобы ты был полностью моей, я не хочу, чтобы ты уходил, допустим, к жене. То есть, вам перестанет хотеться делить мужчину с другой женщиной. Вам станет мало того, что мужчина вам дает сейчас. И вот если такая ситуация произойдет, и мужчина не будет готов вам это дать, тогда нужно расходиться. Потому что в ином случае будете страдать только вы. вы будете томиться, ревновать, переживать, злиться и так далее. Это будет существенно бить по вашей самооценке, по гордости, по самомнению и так далее. Возможно, другая ситуация. Если мужчина скажет, что вот, дорогая, мне с тобой было очень хорошо. Прости, но я либо хочу быть с тобой, только с тобой. И тогда вы уже решаете для себя, готовы ли вы принять такого мужчину. Готовы ли вы, можно сказать, стать причиной для того, чтобы мужчина ушел от своей жены. Готовы ли вы принять на себя такую ответственность. Либо, если он скажет, что он уходит к жене и с вами больше встречаться не будет, то тогда вам остается только принять его выбор. Потому что это личностное решение человека. Вот примерно так вам и нужно поступать. Суммируя все уши сказания, можно сказать так. Пока и если вас в данной ситуации все устраивает, не нужно ее менять. Зачем что-то менять, если можно просто жить в свое удовольствие. Но если вам перестанет нравиться то, что происходит, и вы заходите на чего-то другого, тогда уже нужно думать, готов вам мужчина это дать или нет. Если готов, то придется идти на взаимные жертвы ради отношений. Мужчине придется что-то потерять ради вас. И если не готов, то соответственно вам нужно его отпустить и ждать дальше. В противном случае это будет влиять на вас разрушительно. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока, желаю вам удачи. Всего доброго.